Карачаево-Черкесия, телеканал Россия-1, главные вести республики. Мы работаем в прямом эфире, с вами Руслан Куркмазов. Партия «Единая Россия» представит президенту России Владимиру Путину кандидатуру Рашида Тимрезова для рассмотрения предназначения на должность главы Карачаева-Черкесии. Об этом сегодня сообщил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Он уже 10 лет успешно решает задачи развития республики, повышение качества жизни в регионе. У него слаженно сработанная команда. Считаем, что это достойный руководитель, который в случае переподтверждения полномочий сможет многое сделать для Карачаева-Черкесской республики, благополучия и процветания ее жителей, заключил Турчак. Напомню, в единый день голосования 19 сентября выборы глав субъектов России пройдут в 12 регионах через голосование в региональном парламенте. Число людей, считающих, что выборы положительно влияют на нашу жизнь, увеличивается, так как многие отмечают, что это их гражданские долги и конституционное право. Они активно хотят принять участие в предстоящем голосовании. На их взгляд, сделав выбор, они формируют светлое будущее для нового поколения, которое, в свою очередь, сохранит его. Ну, конечно, положительно. Я все время принимаю участие в выборах, не пропускаю ни одних. Слушаю программы претендентов на эти должности и потом все-таки оцениваю степень правдивости, что ли. Это самое главное, потому что не будет выборов, значит, у нас не будет никаких изменений, не будет чего-то новое происходить, понимаете. И от того, какое качество выборов будет, за кого мы проголосуем, наверное, наша жизнь от этого зависит. И сфера услуг, поскольку мы с братом очень пожилые люди и пользуемся вот этими услугами, особенно медицинскими, поэтому хочется, чтобы, наверное, больше было врачей и учителей среди депутатов Госдумы. Положительно. Каждая партия ведет себя как-то одни так, другие так. Другие хорошо к народу, другие плохо к народу. Чем больше к народу партия лицом, за ту партию голосуем. Да нет, у нас вся семья практически за одну партию. Мы обсуждаем, да, вот этот дом, о семье, кто, например, будет голосовать, за кого, и все, просто обсуждаем и идем голосовать. Думаю, что положительно. Естественно, думаешь сначала, прежде чем проголосовать. Ну, во всяком случае, не отрицательно. Да нет, я сам решаю. Сегодня в прокуратуре республики подвели первые итоги работы за первое полугодие 2021 года. Заседание коллегии состоялось под председательством прокурора республики Олега Жарикова. Альбина Ламкова продолжит тему. Открывая заседание коллегии, прокурор Карачаева-Черкесии Олег Жариков дал оценку состоянию законности и правопорядка в регионе. Роли прокурорского надзора в обеспечении их стабильности. Выбор приоритетом надзорной деятельности был обусловлен общественно-политической и социально-экономической ситуацией в республике. С задачами, поставленными руководством страны и Генеральным прокурором Российской Федерации. Приняты комплексные меры по соблюдению социальных и трудовых прав граждан, обеспечению законности в сфере здравоохранения и защиты бизнеса при осуществлении антикризисных мер в условиях пандемии коронавируса. Первый заместитель начальника Главного управления Генеральной прокуратуры России по СКФО ИЮФО Эдуард Гусаков принял участие в заседании коллегии. Он отметил, что сегодня в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией в зоне особого внимания у прокуроров должны находиться вопросы здравоохранения, обеспечения граждан лекарственными средствами, своевременности страховых выплат. В числе прочего было акцентировано внимание на значимость надзора в сферах оплаты труда, природопользования, жилищно-коммунального хозяйства, в том числе при проведении капитального ремонта многоквартирных домов, межнациональных отношений, противодействия терроризму и экстремизму. Особо отмечена необходимость дальнейшего совершенствования надзора за реализацией национальных проектов, соблюдение прав и интересов социально незащищённых слоёв населения, защиты прав предпринимателей. Прокуратура по-прежнему остаётся самым доступным органом защиты нарушенных прав и получения квалифицированной и, что немаловажно, бесплатной правовой помощи. Целенаправленная работа по обеспечению максимальной гласности и открытости, налаживанию эффективной обратной связи с населением будет продолжена. По итогам работы коллегии принято решение, в котором отражены наиболее значимые направления надзорной деятельности, рассматриваемого периода и первоочередные меры по повышению результативности. Остаётся и ряд нерешённых вопросов, работа над которыми продолжается, отметил Олег Жариков. Затем он уверенно заявил, что все поставленные задачи будут выполнены. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести Карачаева, Черкесия. В Черкесске детский сад «Огонёк» открывает свои двери для маленьких воспитанников. После завершения четырёхмесячного капитального ремонта было приобретено много нового оборудования для улучшения работы сотрудников пищеблока. Подробности у Харчибиджиева. Капитальный ремонт детского сада номер 7 «Огонёк» Черкеска длился около четырёх месяцев. До школьного учреждения была проведена капитальная реконструкция помещений. Добавили два цеха – овощной, мясо рыбный, расширили продуктовый склад, отремонтировали кровлю, которая доставляла большие хлопоты детям и всему персоналу. Мы благодарим мэрию, которая нам организовала этот ремонт, провела. Благодарим управление образования за помощь. Благодарим подрядчиков, строителей, которые провели ремонт. Ну и, естественно, силами сотрудников ещё проводили ремонт. В детское дошкольное образовательное учреждение приобрели новое оборудование. Варочный котёл для первых и третьих блюд, электроплиту, электросковороду и два холодильника. В детском саду «Огонёк» – 10 групп, а всего он рассчитан на 253 ребёнка. Здесь созданы все необходимые условия для пребывания малышей, а также для реализации современной программы общеразвивающей направленности. По словам руководителя, здесь соблюдают все меры предосторожности в связи с неблагоприятной эпидситуацией. Чтобы не подвергать своё здоровье и здоровье детей опасности в феврале, весь коллектив детсада прошёл вакцинацию. Мы уже как бы здесь не новички, мы не первый раз пришли. У нас просто немножечко была реконструкция в нашем садике. Это уже долгожданное было событие. На самом деле, ребёнок очень долго ждал, очень хотел прийти в садик. Ну и наконец-то это свершилось. Наш садик готов принять наших детей. Поэтому очень рады, очень в восторге ребёнок. Садик стал ещё привлекательнее. В нём вновь зазвучали детские голоса и смех. В день открытия в огонёк пришли около ста детей. Малыши признаются, что соскучились по дошкольному учреждению. По своим друзьям, по играм, по интересным мероприятиям. Ну и, конечно же, по вкусным обедам. Вкусно или нет? Вкусно. Вкусно? Скоро здесь состоится и открытие долгожданного ясельного корпуса для детей от полутора до двух лет на 80 мест. Что, конечно же, обрадует молодых мам. Для открытия практически всё готово. Завезена мебель, посуда и игрушки. Карчабиджиев, Рашид Токов. Вести Карачаева, Черкесия. В ауле Хызыл-Октябрь Зеленчугского района завершились работы по ликвидации последствий паводка. На данный момент в полном объёме восстановлено водоснабжение, которое было нарушено из-за схода сели. Ахмат Халкечев подробнее. Урон в системе водоснабжения аула оказался существенным. Случилось три аварии. Внезапно хлынувший поток из грязи, камней и коряк смыл переходы водопровода по балкам Ореховая, Гунай-Кулак и через реку Кардоник. Без воды остался половина аула. Хочу попросить населения нашего аула отнестись к пониманиям тем неудобствам временным, которые нам преподнесла природа. Давайте все вместе объединимся, все вместе решать проблему реально. И вот хочется, входит с моментом, если можно, поблагодарить Гершаврика Узенова, Министерство природных и ресурсов в Екологии КЧР, за то, что нам предоставил экскаватор. Вот он уже 3 дня работает, очищает нам канавы, все опасные места, стараемся привести порядок. В первую очередь были восстановлены переходы через реку Кардоник и балку Гунай-Кулак. Ну а завершающим этапом ремонтно-восстановительных работ стала замена водопровода сотого диаметра на переходе через Ореховую балку. Я думаю, что во всех дворах без исключения будет вода, водоснабжение. Если какие-то маленькие нюансы будут, мы их по ходу будем дорабатывать, доделывать. Ахмат Халкичев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Сейчас прогноз погоды, далее Вести. Покорчаева, Черкесия, местами кратковременной дождь и гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. При грозе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14-19, в горах местами плюс 8-13, днем плюс 27-32. В горах местами плюс 17-22 градуса. В Черкесске без существенных осадков. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем плюс 30-32 градуса. Это главная Вести Республики. Мы работаем в прямом эфире. И весь из оперштаба. Сегодня в Карачаевой Черкесии выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общая количество заболевших в республике составило 22 619 человек. Из них 20 760 выздоровели, 679 госпитализированы. И как еще сообщили в оперштабе, в Карачаевой Черкесии привились более 90 тысяч человек. Сегодня врач-инфекционист городской поликлиники Черкесская Юлия Ионова рассказала о видах вакцинации. И о том, какие меры предосторожности нужно соблюдать непривитым гражданам. Является ли источником инфекции человек, получивший вакцину. Стоит ли снимать с себя все ограничения после процедуры, через какое время формируется антитела в организме. А также имеются ли побочные реакции, через какое время они появляются. Какие существуют противопоказания и что входит в этот список. Мне хотелось бы напомнить, что в арсенале отечественной науки медицины на сегодняшний день имеются 4 профилактических средства коронавирусной инфекции. Это вакцина «Спутник Вик», ее официальное название «Гам-Ковид-Вак», «Кови-Вак», «Эпи-Вак-Корона» и «Спутник Лайт». К пятому дню после вакцинации человек чувствует себя уже достаточно хорошо. Противопоказания у нас к вакцинации – это наличие аллергии на какой-то компонент вакцины. По поводу состава можно всегда узнать у доктора, что в состав вакцины входит, есть ли на эти компоненты аллергия. Наличие у человека в прошлом какой-то тяжелой аллергической реакции на вакцинацию, такой, как анафилактический шок и отек к венке, беременность ранних сроков и кормление грудью. Коронавирусная инфекция не является источником инфекции для окружающих людей. То есть его этой вакциной не инфицируют, а стимулируют выработку антител. Диджитал арт под таким названием в Черкесске впервые проходила боготворительная выставка современного и традиционного искусства. В течение недели в художественной галерее были представлены работы молодых художников, фотографов и мультипликаторов с Карачао-Черкесии и других республик Северного Кавказа. В рамках выставки также ежедневно проходил лекторий, на котором обсуждались темы культурологии, бизнеса, истории, этнографии, музыки и фотографии. Образовательный проект был инициирован студентами ведущих вузов страны при поддержке Министерства культуры республики. То, что сейчас в течение этой недели происходило в нашей государственной галерее, я это подчеркиваю государственной, потому что мало где в нашей стране могут взять главное культурное учреждение, выставочное регионы, отдать молодежи на полное использование на всю неделю. Я думаю, что таких регионов немного. У нас это можно. У нас можно, молодежи, реализовывать себя. Именно этот проект как раз такой эксперимент, в котором мы видим, что наши ребята, студенты, которые сейчас учатся в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове и других городах, которые без всякой поддержки делают отличные образовательные онлайн-проекты, они, такое молодое поколение, сегодня из онлайна выходят в офлайн. И вот эта неделя, она именно этим и примечательна, что ребята сами собрали выставку, связались с артистами, связались с художниками. Но я думаю, еще более ценным является сам лекторий. Все семь дней здесь проходили лекции замечательных специалистов по разным направлениям культуры и социальной жизни. Прямо сейчас продолжение сериала «Отражение звезды». До встречи на телеканале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Если в день выборов я буду находиться в другом городе, смогу ли я проголосовать? Любой гражданин России сможет проголосовать там, где он находится. Для этого нужно заранее написать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения. Это можно сделать со 2 августа по 13 сентября через портал госуслуги в многофункциональном центре в территориальной избирательной комиссии. А с 8 по 13 сентября в любой участковой избирательной комиссии. Голосуйте, где удобно. Выбираем вместе.